Аминь, аминь Аминь, аминь В девятом стих, шестая глава В бытии Ной всю свою жизнь был праведным человеком и всегда следовал Богом У него было три сына, Сим, Хам и Иофей Бог посмотрел на землю и увидел, что люди побубили его Повсюду было насилие, жизнь людей на земле была загубила Бог посмотрел на землю и... Два раза что? посмотрел на землю увидел что люди погубили и повсюду было насилие и воздрел на землю и вот она расти на всякой плоти извратила на земле и сказал конец сделай себе ковчег из дерева кофе отделение сделай я смолю его смолу и сделай вот так длина ковчега 300 локтей ширина его 50 локтей высота и сделай отверстие ковчеги и локоть сведи его вверху дверь ковчеге сделай сбоку устроим нижнее второе и третье жилье и вот я наведу на землю чтобы истребить всякую плоти которая есть у жизни по небесам все что есть на земле лишиться жизни но с тобою я поставлю заветную и войдешь ковчег ты и сыновья твои жена твоя и жены сынов твоих с тобой иди также ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре чтобы они остались живут мужеского пола и женского пусть они будут из птиц породу и и скоток породу и из тех присмыкающихся по земле породу и из всех попаривай чтобы остались живут ты же возьми себе всякой пищи какой питается и собери к себе и будет она для тебя и для них пища и сделала и все как повелел отлично спасибо злата всем шалом еще раз то добавился значит здесь мы разбираемся да с родословиями но и но и был найден праведником да он был найден праведником пред лицом божиему поэтому бог решил ему сохранить жизнь интересно что есть разные мнения конечно о том что он был праведным праведником относительным потому что он просто не грешил и не делал каких-то страшных вещей которые делались вокруг него и тут важно конечно говорится что происходило вокруг него да то есть эти ангелы которые начали входить к сыновьям и дочерям да то есть человеческим что начало происходить да то есть они фактически сначала входили просто к девушкам потом уже к замужним потом уже к незамужним но в общем к мужчинам уже начали совокупляться с животными начались рождаться кентавры там всякие динозавры ну все что соединение человека с животным да там начали рождаться странные такие смеси типа человек змея там человек паук опять же думаю что это оттуда родом и все остальное все эти комбинации нестандартные странные и это то что бог не творил бы вся плоть извратила свой путь да и вся плотина перестала существовать так она должна была существовать растлилась земля пред всесильными наполнилась земля злодеяниями увидел соседней землю вот она растлилась ибо извратила всякая плоть путь свой на земле то есть у каждой плоти есть свой путь на земле есть своя функция если придумал принадлежность есть свои дела есть свое какое-то минимальное до обеспечение которое ну то есть плодитесь размножайтесь наполняйте землю производите по роду своему да тут написано что вся плоть извратила путь на земле и как раз комментаторы говорят и что вот эти вот все смеси начали появляться плюс мужчина на мужчину женщина на женщину и животные и дети и все в общем то и животные тоже извратили свой путь поэтому они тоже был вынесен приказ их уничтожить да и сказался сильный конец всякой плоти то есть и животным и рыбам интересно что как они погибли рыба я думаю как погибала вся фауна которая была в воде ну что говорят что вода кипела то есть фактически когда бог говорит сделай себе ковчег из дерева гофер с клетями сделай ковчег да покрой его внутри и снаружи смолой это сделал как бы смола когда застывает она как стекло до твердое то есть не пробиваем и с деревом видимо в сочетании но дает какой-то очень мощный такой смесь которая не расплавилась от этой температуры которая была снаружи да и фактически что происходит у нас бог готовит его к тому что только он один выживет и он ему об этом сообщает да и он говорит дает ему точную инструкцию что ему нужно сделать как ему нужно сделать увидел фильмы не помню как он назывался современный когда сенатору было бог сказал строить ковчег помните и он пытается строить и там бог все время меняет его планы и он начинает строить в итоге там волна накрыла плотину прорвало и такие было некое спасение но это я думаю что прообраза то есть бог пришел туда и как бы бог начал разбираться и сказал что должно быть три яруса в этом ковчеге дал точные инструкции сколько размер и говорят что это идеальная как бы функция как бы для строительства кораблей что корабли сегодня строится как раз вот по этой схеме еще что интересно что три яруса да на первом ярусе жил он сам с сыновьями там с дочерями женами там и так далее на втором ярусе жили животные на третьем ярусе были все припасы запас еды и отходы все туда сбрасывались да тоже такое интересное как бы что бог это все учел что там все будет внутри представляю себя в общем-то какой запах там мог стоять но видимо были какие-то может быть травы были взяты которые меняли до запах и сказал что должна быть одна дверь которую бог потом сам затворит и одно окно которое называлось сорда и это окно она говорят что это было подобно камню драгоценному типа огромного бриллианта который был даже как светильник да то есть он функционировал как светильника для освещения всего что было в ковчеге в принципе это какой-то гигантский ангар такой плавучий лайнер вот но который сверху и снизу был полностью герметически закрыт ну как можно даже сказать подводная лодка да наверное больше чем ну которая наверху да то есть как бы она обтекаем абсолютно не покрыта да то есть интересно такая эта изоляция вынуждены да он говорит в ковчег войдешь ты сыновья твои жена твои жены же сыновей твои я подумала что праведником был найден один лот ой лот 0 а распространилось это на всю семью и вот это вот очень ободряет лично меня потому что если спасешь что ты спасется дом твой если тебя найдут праведным то это распространиться и на спасение твоей семьи как дальше уже своя семья будет вести но по крайней мере случае с ноем это помогло да то есть он был найден праведником его дети и даже жены детей вошли с ним в ковчег вот это вот тоже интересно чтобы заботиться и о продолжении рода да и берет по парам получается четыре пара людей зашло и у нас получается дальше были парные животные не чистые и по семь пар животных чистых то есть уже видимо тогда было ясно что можно есть что нельзя есть и какая пища чистая какая пища нечистая то есть очевидно что законы мироздания уже существовали да возьми себе всякой пищи какой они питаются собери у себя и будет им для еды и сделал но как повелел ему все сильный так и сделал да то есть бог позаботился и о питании никто не знал на сколько времени да он не говорил заходишь в ковчег насколько то есть написано что будет поток и он 120 лет строит вот это вот все сейчас мы до этого доберемся и принципе вот 7 глава и сказал бог но и войди со всем семейством твоим в ковчег ибо тебя увидел я праведным предо мной в этом поколении из всякого скота чистого возьмешь себе по семи самцов самка и скота который не чист по два самца самкой также из птиц небесных из семи мужского пола женского для сохранения породы на всей земле и он не хочет пересоздавать землю после потопа он не хочет начинать абсолютно сначала он хочет чтобы вот эти животные они сами себя размножили до расплодились и не хочет человека пересоздавать да то есть он спасает одну семью для того чтобы воссоздать потом все человечество через одну семью то есть это как бы рестарт полность планеты да рестарт полный всего и это интересно и ибо еще через семь дней я наведу дочь на землю 40 дней 40 ночей сотру с лица земли всякое существо которое создал и сделано все как повелел ему бог но а в данном случае для набравоческой школе учу что надо приходить как чистый лист нужно делать то что бог говорит и позволять богу делать то что он хочет да то есть в точности потому что любая неточность она влечет потом определенные последствия вот неточное исполнение приказа саулом да повлекло его потерю царства потерю духа святого и потерю все остальное да то есть вот это очень важно сделать так как бог тебе говорит далее так он тебе показывает но было 600 лет когда начался потоп и вода потопила землю вошел ног с ним сыновья его жена его жены жены сыновей его в ковчег от воды от воды потопа и скота чистого и скота нечистого всех птиц и всех присмыкающихся по земле представляю всю эту компанию черви гусеницы змеи все остальное попариво шли ноху в ковчег мужского и женского пола всесильный повелел ног как всесильный повелел ногу и было через семь дней вода потопа уже была на земле и в шестисотый год жизни ноха на второй месяц 17 день месяца в этот день разразить разверзли все источники великой бездны и силы окна небесные отворились и был дождь не вот интересно здесь окна и не окна что здесь написано просто чисто интерес секунду одну арубот шамаем короче это арубот это трубы небесные это не окна небесные арубот шамаем открылись вот но смотрите что происходит то есть воды не было не было дождя было было орошение росой не было такого вообще понятия как вместо где нет воды может прийти вода поэтому естественно над ним смеялись естественно трудно было быть верующим да и творить что-то когда ты не видишь как это может реализоваться но в послушании идти до конца вот это вот то что он сделал да открылись все источники великой бездны и говорят что слова потоп и как бы есть два слова шитофон и наобуль что на воду наводнение и потоп это не одно и то же что некоторые земли были затоплены полностью в общем-то вся земля прошу пройдет час перерождения мы будем читать мы будем смотреть фактически можно сказать что вся земля получает погружение в воду да крестится в воде умирает в воде да и рождается к новой жизни да то есть открывается бездна сверху бездна снизу изливается вода кону вот это вот аракина то что мы читали в прошлой главе аракия да вот этот небесный свод разверзается подземные источники гейзеры там горячие все такое начинает бить бурлить да и набирает обороты совершенно мощные да значит у трубы небесные отворились и был дождь на земле 40 дней 40 ночей и в этот самый день вошел но шем хам и афет ефет сыновья ноха и жена ноха и три жены сыновей ноха с ним в ковчег они все звери породу их всякий скот породу его и всякие пресмыкающиеся ползущие по земле породу его все кто летает породу их всякая птица те у кого из крылья вошли к ноху в ковчег по паре от всякой плоти который есть дух жизни и ваш вошедший мужской женский пол всякой плоти вошли как повелел ему все сильные затворил бог за ними был потоп на земле 40 дней и умножилась вода и понесла ковчег и поднялся он земли и усиливалась вода и весьма умножилась на земле и ковчег пошел по поверхности воды то есть как корабль а вода усиливалась на земле все более более и покрылись все высокие горы которые под всем небом на 15 локтей выше и усилилась вода и покрылись горы и погибла всякая плоть движущейся по земле из птиц скота зверей и всех гадов ползающих по земле все люди все что имело дыхание живого духа в ноздрях своих из всего что на суше погибло и стерло всякое существо что на поверхности земли от человека до скота и гада и птицы небесные стерлись они земли и остался только ной и те кто с ним ковчеге и усиливалась вода на земле 150 дней 150 дней это 6 месяцев до 6 155 месяцев дождь с неба и пошла вода назад земли идя обратно и убавлялась вода и по окончании еще 150 дней еще пять месяцев сел ковчег седьмом не седьмом месяце седьмнадцатый день месяца на горы арарат здесь кстати тоже интересно что никто не знает какое исчисление исчисление как бы от от исхода да по которой был деск после исхода или от создания земли ну поэтому есть как бы две даты есть немножко споры и вода продолжала убывать до десятого месяца первый день десятого месяца показались вершины гор да то есть если это было седьмой до десятого это еще три месяца уже 13 месяцев и было по окончании 40 дней открыл но и окно ковчега который он сделал и выпустил ворона и тот отлетал и прилетал пока вода не высохла на земле и выпустил он голубя чтобы узнать понизилась ли вода на земле но голубь не нашел место покоя для ноги своей и возвратился к нему в ковчег ибо на всей земле вода и он простер руку свою и взял его и внес себе в ковчег и подождал еще семь дней других и опять выпустил голубя из ковчега и явился к нему голубь вечернее время и вот нас личный лист клювом сорванный у него и узнал но и что вода понизилась на земле и подождал еще неделю до семь дней других и выпустил голубя и этот уже более к нему не возвратился и было 601 год первый месяц первый день месяца иссякла вода на земле и снял но и кровлю ковчега и увидел что вот обсохла поверхность земли месяц же второй в двадцать седьмой день месяца осушила земля то есть земля-то обсохла но еще нельзя было выходить и говорился сильный ною так выйди из ковчега ты и жена твои и сыновья твои и жены сыновей твоих с тобою всякое животное с тобой от всякой плоти птиц скота всего пресмыкающегося движущегося по земле выведя с собой пусть множатся они на земле пусть плодятся пусть размножаются на земле и вышел ной и сыновья его и жена его и жены сыновей его с ним и всякое животное всякая пресмыкающаяся всякая птица все движущиеся по земле по родам своим вышли из ковчега и построил ной жертвенник богу и взял из всякого скота чистого всякой птицы чистой принес жертву сожжение на жертвенники и обновил бог не обонял бог глухание приятно и сказал бог сердце своем не буду более проклинать землю за человека ибо помыслы сердца человека злы от его молодости не буду более поражать всех животных как я сделал пред во все дни сение жатва холод и тепло лето и зима день и ночь не прекратятся то есть что то значит это значит что в момент когда вот этот год с хвостиком ной провел в ковчеге прекратилась всей не жатва естественно прекратились сезонные прекратился день и ночь-то прекратилось все существование фактически земля прекратила все что было сотворено свое существование да и вот стало сплошной водой и на этой воде на поверхности плавал автономный мир где было всё живое чтобы ок решило сохранить да и это был ковчег ковчег существовал отдельно по своим законам, по своим каким-то элементам. Земля существовала совершенно отдельно. Земля в это время очищалась, освещалась, освобождалась, перерождалась, потому что произошло изменение климата, произошло изменение длительности жизни, даже, говорят, функций животных и так далее. И интересно, что находят разных животных на разных сушах и говорят, как они доплыли. Во-первых, в те времена считается, что была одна суша, и что потом посредством землетрясения или еще каких-то вещей, возможно, во время потопа или после него как бы расселась суша, и получились у нас вот эти континенты. Если их, в принципе, соединить, то получится одно целое. Один ученый это уже доказал, и это была как бы дипломная работа всей его жизни. Поэтому все животные могут быть во всех местах, и, естественно, что они наполнились и от ковчега, и распространились во все стороны. Тоже интересно, что где-то они прижились лучше, где-то хуже, да, поэтому где-то их больше, где-то они как-то там в зависимости от солнца и каких-то внешних сред обитания как-то и трансформировались. Но по большому счету все были с одной суши, все распространились. То есть не на кораблях и не в плаве, а вот таким образом. То есть и Бог останавливает всю работу мироздания. Смотрите, что происходит. Как бы Ной, он найден, пройден в поколениях своих написано. То есть это было не одно поколение, да, то есть Бог смотрел, и никто, никто, никто не следовал его законам, его постановлениям. Никто не делал так, как было запланировано от начала. То есть все законы заключались в том, живи так, как тебе положено жить, да, имей жену, имей детей, размножайся, там, кушай, питайся, наслаждайся. Говорят, что до потопа, в преданиях так сказано, мне нравится эта мысль, говорят, что до потопа они сеяли один раз 40 лет. Один раз собирали жатву, и потом им этого хлеба, этой еды хватало. То есть остальные 39 лет они работали, не работали, а отдыхали. Вот, это тоже очень интересно. И самый такой интересный момент, что дети рождались, и способность, во-первых, люди жили гораздо дольше, да, то есть они жили по тысяче лет, и вообще тело Адама, оно было сделано бессмертным. То есть тело Адама изначально, оно как бы подразумевало, что оно будет жить вечно. И Бог как бы не планировал, да, то есть человека как-то уничтожать или умертвлять, то есть он хотел, чтобы человек жил вечно. И вот человек был так и создан, да, и состоял человек из света. И говорят, что первый человек светился, да, потому что вот это вот игра слов, которую можно понять только на игрите, что Бог забрал, ну, типа, шкуры животных, да, там мы думаем, да, и дал им кожу на самом деле, потому что это был светящийся свет. Они состояли из света, и люди говорят, которые вот, ну, счастливы, например, или влюблены, да, они готовы, человек весь светится, да, то есть мы понимаем, о чем идет речь, только там сила свечения была в разы больше, да, то есть первый человек, у него пятка светила круче, чем ночной фонарь на улице, да, то есть или какой-нибудь прожектор яркий, то есть они действительно состояли из света. Вообще все происхождение планеты Земля, ну, уже все доказали, что была теория большого взрыва, да, там, и это был свет, который потом, проходя определенные трансформации, да, становился, ну, как бы уже менее-менее-менее светлым, менее-менее светился, что фактически все, что мы даже видим перед своими глазами, это тоже, как бы, свет, который уже не светит. И человек, как леднец творения, да, то есть он был, тоже состоял из света, и когда они согрешили, то этот свет, он начал угасать, когда свет начал угасать, нужно было закрыть то, что осталось кожей, поэтому там игра слов ор, ор, да, на иврите одно и то же слышно, ну, в смысле слышно на русском одно и то же, меняется одна буква, алиф заменяется на айн, и способность, ну, как бы, Бога, Бога возможностей, да, алиф, это сам Господь, заменяется на айн, айн, это способность видеть, да, то, что написано, что открылись у них глаза, и они увидели, что наги, да, вот это как раз та самая тема, и вот эта буква айн, она, ну, как бы ор, это кожа, кожа, и он покрылся кожей, перестал светиться, то есть свет ушел внутрь, и теперь глаза сияют, когда человек там рад, счастлив, да, или там, когда он что-то хорошее делает. Даже говорят, я слышала в некоторых источниках, что есть люди, которые дожили там до 300 лет, кто-то до 800 лет, и в наши дни тоже, и у них кожа светится, и что они не могут ходить без очков там, и они, ну, вынуждены скрываться в перчатках там, в такой плотной одежде, чтобы не показывать, что они светятся, да, то есть, как бы, чем ближе ты к Богу, ну, даже Моисей тому пример, да, то его лицо начинало светиться так, что они просили, чтобы он закрывал лицо, да, чтобы оно их не ослепляло, вот, поэтому вот этот свет изначально он был, и что вообще происходит? Происходит то, что Бог хочет переделать всю Вселенную, фактически, когда он видит, что первое, ну, как бы все, первый, как бы, вариант испортился, да, то есть, человек согрешил, и Бог сказал ему, что все, ты смертью умрешь, и он, естественно, как родители, например, хотят наказать своего ребенка, они, если видят, что дети, например, не слушаются, и надо приводить, ну, наказание в исполнение, то всегда пытаются как-то сгладить это, да, то есть, сказать, что ладно, ну, максимально как-то, ну, в меньшей форме, да, в боли, как бы, милость будет явлена, и ты будешь наказан, но по-другому, и тогда Бог говорит, ладно, ты в этот день умрешь, но день будет, как мой день, да, то есть, один день у Бога мы знаем, как тысяча лет, и тысяча лет, как день один, да, и Бог дает первому Адаму еще тысячу лет жить, и он фактически умирает в тот же день, по Божьему стандарту, а не по человеческим каким-то понятиям, и вообще там вот этот день один, два, три, четыре, то, что мы в прошлой главе смотрели, там тоже было интересно, что никто не знает, какой период времени, на самом деле, этот день длился, да, то есть, нигде это не обозначено, мы только знаем, что это какой-то период времени, может быть, это была и тысяча лет, да, потому что, как опять же у Бога день один, как тысяча лет, и тысяча лет, как день один, вот, и вот они живут, поэтому первые люди, его потомки, да, то есть, он говорит, что он наказан больше ты, и дети твои, и дети его тоже живут по тысяче лет, мы это видим, ну, около того, вот, И здесь что происходит? До потопа была одна природа, одна пища, одни способности у человека были, например, что сенью жатву было раз в 40 лет. Например, дети рождались так же, как у животных, уже умели ходить, умели говорить. То есть, как бы, если видели, как там собачка рождается, собачка может плохой пример, но, например, ягненок, олененок, они практически сразу на своих ногах уже идут и кушают молоко, да, то есть, и могут там бегать, и бегать, и говорить на своем. И человеческий ребенок тоже имел такие возможности, есть этому свидетельство, тоже в исторических справках в еврейских хранилищах. Интересно, что потом, после потопа, да, время жизни сокращается с 1000 лет до 120, да, и сокращается способность, да, то есть, если до этого момента у человека была возможность безграничного влияния света, то здесь как будто бы он теряет определенные вещи, да, то есть, если он мог править землей там и творить историю, там, отдыхать больше, то здесь Бог говорит, будешь работать, да, то есть, перед у тебя будут сезоны, сенья жатвы, солнце зной, да, ночью день, да, то есть, ты должен знать в определенное время, что тебе делать и всегда быть в пределе, потому что, когда вы без дела, типа, вы праздны, то вы начинаете заниматься ерундой, вы развращаетесь, поглощаетесь там в ту же порнографию, в ту же эротику, во все остальное, то, что произошло с первым миром. Иной, фактически, единственный человек, который был найден праведным, который, ну, не совращался, который делал так, как положено, то есть, не идеальный, а просто человек, который жил нормально, и это вменилось ему фактически в праведность, и говорят, что это, ну, такое понятие праведник в шубе, то есть, он занимался своим только домом, собой самим, да, то есть, он никак не влиял на внешних, и никак их не уговаривал, никак за них не заступался, что тоже интересно, да, у него было 120 лет долгих, и он, ну, как бы, ну, устоял, отлично устоял в Слове Божьем, да, устоял в том, что Бог ему сказал, но никак не повлиял на окружающий мир, как, скажем, например, Авраам, который, слыша, что будет суд, да, и Бог идет уничтожить пять городов, он говорит, подожди, Бог, а вдруг там есть праведники, то есть, ему не все равно до того, что будет происходить, до того, кто там живет, и до того, что будет происходить вообще с миром вокруг него, и он начинает торг, Авраам, мною говорят, что вся земля прекратит существование, и мы не слышим, что идет торг, и мы не слышим, что он как-то заступается или каким-то образом влияет, и это тоже очень интересно, почему нет, да, и мне когда-то Бог говорил, что есть два уровня служения у человека в жизни, то есть, есть жизнь быть как Ной, спасешься, что ты и дом твой, и просто жить праведно и этим обличать мир о грехе, или есть другой уровень, когда ты живешь и ты служишь другим, когда ты заботишься о другим, когда ты помогаешь другим, когда, ну, ты совершаешь то, для чего ты был рожден фактически, потому что, ну, никто не из нас, из людей не был рожден для того, чтобы просто мирно влачить свое существование, да, то есть, мы все рождены для больших, великих дел и совершений, у каждого из нас есть какое-то, ну, глобальное предназначение, в котором Бог хочет, чтобы мы двигались, да, но Он не может нам это навязать, Он говорит, я говорю тебе, пожалуйста, сделай свой выбор, а выбор ты делаешь сам, да, то есть, ты сам решаешь, что тебя устраивает, что тебя не устраивает, что тебе, ну, как бы, будешь ты служить и заботиться о чем-то большем, как Авраам, или, как Иисус, например, умер за весь мир, да, в жертву себя принес, показав нам пример служения максимума, или ты будешь жить только для себя, для своей семьи, просто правильно, да, этим обличать мир о грехе, то есть, это два уровня служения, две глубины, и они, в принципе, доступны каждому, и каждый делает в своей жизни этот выбор, и это тоже вот интересно, да, но это называется праведность в шубе. Что интересно тоже здесь, что Он вышел и принес жертву, да, сразу же, когда я раньше читала, я не могла понять, как-то странно, о чем он должен жертву был приносить, когда вышел с ковчега, и так-то животных почти не осталось, а Он тут уже их сжигает, Богу, да, благоухание приятное, но потом, когда мы будем читать установленные жертвоприношения, то можно будет разобраться, что это была жертва всесожжения, жертва мирная, жертва благодарности, да, то есть, как человек, который возвращается из воды, из тюрьмы, из болезни, или из рабства, да, то есть, он как бы должен принести жертву шламим, жертву благодарности, и вот как раз это то, что он сделал, и Богу было это приятно, и он обонял это. Потом, смотрите, тоже интересный такой момент, что Ной пока был в ковчеге, Богу пришлось его трансформировать, ему пришлось работать с Ноем для того, чтобы Ной стал другим человеком, да, то есть, если до этого момента он занимался только собой, и его интересовал, может быть, только он сам, его семья, то здесь ему приходится заботиться о всех животных на ковчеге, представляете, сколько это, это значит их кормить вовремя, это значит их поить вовремя, это значит убирать их отходы, это значит принимать роды, если они там плодились и размножались, да, то есть, это была автономная вселенная, и ему пришлось тяжело трудиться, да, то есть, если люди были отвыкшие от работы и праздновили свою, ну, как бы, жизнь до потопа, да, то есть, сели раз в 40 лет, то есть, не то, что там прям, а домашнего вот этого хозяйства, по-моему, вообще еще не было, еще не было речи об этом, вот, то ему пришлось в течение больше года, получается, ухаживать за всеми животными, то есть, Бог ему говорил, тебе должно быть не все равно до того, что рядом с тобой, тебе должно быть не все равно, ты должен, как бы, заботиться не только о себе, но и о других, и вот это тоже такой интересный момент перевоспитания, да, теперь тоже интересно, хочу прочитать просто коммент, потому что думаю, что здесь интересно, интересно, он выпускает ворона, но мы можем подумать, почему, ну, потому что ворон, наверное, более такой всеядный, да, то есть, это, с одной стороны, один из пылесосов, как есть чистые и нечистые животные, да, у каждого животного есть своя функция, есть животные пылесосы, ну, там, типа свиней, да, стервятников, там, орлов и так далее, они питаются падалью определенной, да, то есть, они чистят лес, чистят, это их функция дезинфицировать, да, это разложение, и, там, креветки, крабы, все, у каждого есть своя функция, самы, там, чистят аквариумы, чистят реки, в самых загрязненных местах будут всегда самы, потому что они питаются грязью, Бог так сделал, и вот здесь он подправляет ворона, ворон один из таких чистильщиков, падальщиков, да, который всеяден, и он не находит места для себя, да, ну, еще вороны, конечно, ассоциируются тоже, с одной стороны, с колдунами, да, и ведьмами, с другой стороны, ворон кормил Илью, да, то есть, ну, как у любого животного, есть плюс и минус, я думаю, и потом отправляется голубь, и дальше все идет с голубями, я вот думаю, что если это был момент крещения Ноя, да, то есть, в ковчеге всего творения, все оно прошло крещение, и вся земля была перерождена, и это как крещение, то тогда голубь, это очень символично, потому что когда Иисус проходит свое крещение, является голубь, да, и именно потом считается голубь символом Духа Святого, да, и маслина – это символ Израиля, и маслина – это символ помазания, да, потому что оливковым маслом помазывали, наделяли властью в царе и так далее, то есть интересная комбинация, голубь приносит оливковую ветку, да, то есть и голубь там сходит для того, чтобы Иоанн понял, что Иисус – он тот, кто должен прийти, и интересно, что как бы голубь, он более, ну, как бы, ну, интересно, потому что я даже когда была на небе, я видела видение голубя, который, ну, как бы разноцветный, который есть Дух Святой, как одно из обличий его, и Дух Святой часто сравнивается с помазанием, да, то есть как бы с маслом, когда он течет, тоже вот, ну, интересные такие образы, комбинации. Сейчас я прочитаю комментарии просто, чтобы нам получить, может быть, больше, еще какой-то взгляд, да, просто что говорят мудрые люди, да. Ворон и голубь по окончании сорока дней, то есть по окончании первого дня десятого месяца, в котором говорится о предыдущем стихе «окно», здесь используется слово «полон», «окно», в отличие от того, что было вначале, как источник света, о чем я вам говорила, да, там было слово «цуар», допускающее несколько вариантов прочтения, «окно», «светильник», «светящийся предмет». Ворона. Ноах выбрал именно ворона, который питается падалью, полагая, что остальное, что останки всего живого погибшего во время потопа должны покрывать землю во многих местах. И если ворон не вернется, это будет знаком, что земля в значительной степени освободилась от воды, и он смог найти пищу. И он выпустил голубя. И здесь отмечают, что между посылкой ворона и посылкой голубя прошло семь дней, а в 10 стихе говорится о других семи днях. Но и заменился его разведчика, так как по поведению голубя, который питается растительной пищей, можно было определить, находится ли поверхность земли в том состоянии, которое его интересует сейчас. Сейчас Ноху интересно взять не только высохла ли земля, знать не только высохла ли земля, но и готова ли она прокормить его обитателей ковчега, появились ли на ней растения. Скорее всего, Ноя выпустил голубя утром, и тот, по всей видимости, прилетел большое расстояние, так как вернулся только вечером. Ноя понял, что значительная часть поверхности земли до сих пор покрыта водой. Масличный лист. Поскольку масличные деревья никогда не растут на высоких горах, Ной понял, что поверхность земли в значительной степени высохла, однако он подождал еще неделю. И предания объясняют, почему голубь принес Ною лист именно масличного дерева. Листья масличного дерева горькие, и в этом содержался намек. Лучше горькая пища, которую дает Бог Всевышний, всем, всему своему творению, чем сладкое из рук человека. Ну, вот такое вот интересное объяснение. Да. Ну, мне кажется, что здесь нечто большее, да, конечно же. Нечто большее. Ну, что здесь еще интересно? Ну, то, что было однозначно перевоспитание, однозначно вот эта жертва, это жертва мирная, жертва благодарности за то, что он остался жить в совершенно невозможных, нежизнеспособных условиях. И это, ну, как бы новое начало, новый завет, новые отношения. Потом вдумайтесь, но фактически теперь Адам. И он фактически, как он запустит сейчас Землю, так она и будет, в общем-то, работать. Да, то есть он тот, ну, как бы, венец творения со своими сыновьями, который выжил, да, до этого момента. Он творец истории. Он, ну, они все представители, ну, поколения до и после потопа, то есть, можно сказать, жили в допотопное время, да, мы так смеемся. Но допотопное время было гораздо лучше, да, то есть изменился климат, изменилась пища, изменилось здоровье, изменилась потребность, и поэтому сейчас мы увидим, что Бог меняет даже питание у людей. Ну, у меня, наверное, все по этой главе. Если кто-то из вас хочет что-то сказать, драгоценное, буду рада услышать. Яна, сказала, что ты относишься к той версии, которую Дима любит озвучивать, по поводу того, что ковчег сверхъестественно был закрыт Господа вместе с теми животными в его присутствии в сверхъестественном Божьем измерении, и что это было абсолютно как бы, как-то, я не знаю, как это, как в двух измерениях. Не, ну, знаешь, я... Что это было неестественно, что это было невозможно, чтобы он только ухаживал животные там, и что он только убирать за ними, кормить их струй, и что это было как-то очень непассивно им, потому что Бог как-то сверхъестественное в этом слове сказал. Я думаю, что они, может быть, и были сокрыты в непреступном свете, и где-то Бог их хранил, но я думаю, что ковчег нашли на горах Арарата, и я думаю, что ковчег таки действительно плавал по этой воде кипящей, и действительно, может быть, просто Ной оттуда был забран, там Божье присутствие, или еще как-то, возможно, я не исключаю, да, мы знаем, что у Торы 70 лет, я думаю, что без сверхъестественной помощи ангелов, наверное, ему тяжело было там справляться со всем этим объемом работ, и что еще я думаю, думаю, что написано тут, что и вспомнил Бог о Нойе, то есть что значит вспомнил, то есть то, о чем вначале сказала, то есть там уровень нечистот, наверное, уже зашкаливал, и уровень пищи, наверное, заканчивался, и Нойе, наверное, пришлось молиться, взывать, да, и вспомнил Бог о Саре, вспомнил Бог о Ревеке, да, то есть когда Бог вспоминает, то есть значит там была сильная молитва, да, то есть или там, помнишь, пожертвования, пришли на память перед Господом, да, то есть откройте памятную книгу, то есть все вот эти вот моменты, они нам говорят о том, что тут было не так все прям сладко-гладко, а был действительно процесс перевоспитания человека, человечества, да, то есть и он единственный, кто был найден достойный, причем его имя, Ной, Ноах, это значит удобный, приятный, да, то есть его имя, еще оно в себя включает, его способность гибкости, его способность, ну, как бы приносить приятное, делать приятное, да, и вот он делает Богу приятной своей жертвой, вот, ну, такой у меня ответ. еще есть откровение о мысли. ну, хорошо, тогда девятая глава, и благословился сильный Ноя и сыновей его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, да, то есть опять та же самая первая заповедь, которая была дана Адаму, снова повторяется, плодись и размножайся, и наполни землю, то есть плохо быть человеку одному, плохо человеку не рождать детей, да, то есть однозначно. Боязнь и страх перед вами, да, будет на всяком звере земли, на всякой птице небесной, на всем, что движется на земле, и на всех рыбах морских, и вашу власть отданы они. Обратите внимание, что власть отдается над всем живым, но не человеку над человеком. Да, обратите внимание, что Бог нигде не ставит человека на человеком. Это тоже очень такой важный момент. И вот здесь вот важно заметить, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, тому вы и рабы. И Бог никогда не делает тебя никому рабом, кроме себя, да. Он говорит, я твой господин, ты мой раб, я твой отец, ты мой сын, я твой там жених, ты моя невеста и так далее. Разные грани, познания, там, я там, Бог, ты священник. Вот эти вот все комбинации, они высвобождаются, да. Но здесь нету человека над человеком. Обратите внимание. И дальше он говорит, первое заповедь, плодись и размножайся. Второе, что он говорит, будет страх на всяком звере. То есть ты будешь венцом творения, и всё земное будет подчиняться тебе. И дальше он меняет питание. Всё движущееся, что живёт, будет вам для еды. До этого была зелень травы, да, как зелень травы. Теперь и травы, и мясо. То есть священники должны есть мясо, и люди должны есть мясо. Почему? Потому что изменился после потопа мир, и теперь атмосфера, и всё, воздух, и все вещи, элементы требуют, чтобы в организм попадало мясо, белок. И поэтому священникам была дана вот эта вот часть жертв, да, в пищу, как мясо определенное, да, и они должны были есть это всей семьёй. И ещё я такую закономерность видела, я уже с вами делилась когда-то, что обычно, когда, если смотреть на сыроедов, или там вегетарианцев, или, скажем, по-другому посмотреть, то все люди со сверхспособностями, которые не в бога богатеют, все, которые выходят в сверх какие-то общения, соединения, там, колдуны, ведьмы, экстрасенсы, ведуны и так далее, они все обычно вегетарианцы или сыроеды, и все такие носители крутых откровений, ну, которые не есть в Библии, да, ну, какие-то такие поворотные вещи, то в основном они все не едят мясо. И это тоже говорит о том, что, как бы, есть у Бога заповедь, да, вот он говорит, это будет вам в пищу, то есть это твоё меню, это тебе, ну, обязательно нужно, да, я не говорю там, объедаться есть, только мясо, да, но написано, что это и трава, зелень, да, то есть она будет вашей пищей, это небесная диета, Божья диета, да, то есть Божие пропитание, которое посланное, причём чистое мясо, не нечистое. И человек, когда вот так идёт, он здоров, да, то есть если в таком состоянии он может, вообще, если вы замечали когда-нибудь, что если ты, ну, я это замечала много раз, что если сильное служение, если я много энергии отдаю или передаю Божью энергию, силу, славу, да, то после служения всегда очень хочется есть и хочется не сладости, хочется мяса, хочется какой-то серьёзной пищи, опять же, не картошки там, не каши, а вот именно мясо. И когда ешь именно мясо, ну, например, там, не знаю, шашлык или там шуарму или ещё что-нибудь, то ты прям восстанавливаешься, прям в глазах светлеет. Вот это я проверяла много раз опытным путём, это так работает, ну, обращаю ваше внимание. Дальше четвёртая позиция. Только плоти, в которой есть душа, кровь. То есть душа, плоти – это кровь. Не ешьте. Помните, да, апостолы говорят, чтобы не ели удовленины, не ели с кровью. Вот это то самое. Кровь есть нельзя, потому что это душа. Почему колдуны и ведьмы, вот там тебе Джошуа, кто ранее там его смотрел, что там постоянно этот пил кровь лягушек, этот кровь рыб, этот кровь птиц, этот кровь крыс, там заветы, не заветы, и там подпитка разных бесов как раз через это, потому что через душу. И вот эти все трансформации там в разных, ну, там эти оборотни всех видов и форм, да, там человек-крокодил, например, в Африке есть такое понятие. И как бы шёл-шёл человек, упал в воду крокодил, да. И вот это всё через вот эти заветы, когда пьют вот эту кровь крокодилю, видимо, да, то есть потому что душа жизни не находится в крови. Поэтому мы, соответственно, если посмотрим на вечерю Господню, то мы фактически, принимая вечерю, да, то есть мы принимаем всю суть Иисуса, всю суть Божию внутрь себя. Ну, это очень круто. Дальше смотрите дальше. «Только плоти, в которой есть ещё душа, а кровь не ешьте, не ешьте с кровью. Особенно же кровь в вашей жизни, взыщу я за насильство всякого зверя, взыщу я её, за насильство человека, за насильство одного над другим, взыщу человеческую жизнь». То есть здесь другими словами сказано, что «то, кто прольёт кровь, того кровь будет пролита». Да, это крылатая фраза. Вот. И Бог будет за насилие взыскивать, да, особенно за жизнь человека. «Тот, кто прольёт кровь человека, того кровь пусть пролита будет людьми, ибо по образу всесильного создал он человека». То есть он фактически, когда убивает одного человека, убивает целый мир, целую семью, целое поколение, целый род, целый народ. И поэтому Бог так серьёзно разбирается. И в каждом человеке есть искра Божия, да, в каждом человеке есть его присутствие, да. Неважно, на каком уровне света он находится, но свет там есть, да. И чем больше мы к Богу приближаемся, тем больше света внутри нас становится, тем сильнее мы сияем и светимся. И чем дальше мы отходим к грехах, то тем меньше света остаётся, да. И поэтому люди есть во тьме, свет во тьме светит, тьма не объяла его. Ну, вы видите все эти параллели, я думаю, и без меня. Значит, «Ибо по образу всесильного создал он человека, вы же плодитесь, размножайтесь на земле, и размножайтесь на ней». «И сказал всесильный Ною и сыновьям его с ним, я заключу свой союз с вами и с потомством вашим и со всяким живым существом». То есть он заключает завет с Ноем, с его детьми, с детьми детей. То есть любое благословение, которое получаешь ты, любой договор, в который ты входишь, в твои дети вписываются автоматически. Праведник получается автоматически имеет праведных своих детей. Неправедник автоматически проклинает своих детей, да. То есть мы видели там до четвёртого рода, тут до тысячного рода благословение праведника. И смотри, «Я заключу завет с твоим потомством, со всяким живым существом, что с вами, из птиц, из скота, из всех зверей земли, что с вами, из всех вышедших из ковчега, из всех земных животных. И заключу союз мой с вами, чтобы впредь не была остреблена всякая плоть от воды потопа, и не будет впредь потопа воли, чтобы губить землю». Интересно, что получается, что в завет входят все живые существа планеты. И он поклялся не только человеку, что больше потопа не будет, но ещё и всем животным, представь, и даже там червякам каким-нибудь, и там, не знаю, личинкам и так далее. «И сказался сильный, вот знак союза, который я полагаю между мной и между вами, между всяким живым обществом, существом, извините, и вами. Какой знак? Вечное поколение, радугу мою помещаю в облаке, и она будет знамением союза между мною и между землёй. И будет, когда наведу облако на землю, появится радуга в облаке, и вспомню я союз мой, который между мной и между вами, и между всяким живым существом, во всякой плоти. И вода не сделается более потопом, чтобы губить всякую плоть. Так будет радуга в облаке, и я увижу её, чтобы вспомнить вечный союз между всесильным и между всяким живым существом, во всякой плоти, что на земле». А вот теперь смотри, интересно, мы читали из Экиля, и там тоже радуга, она вокруг престола. «И сказал всесильный Ною, это знак союза, который я установил между мною и между всякой плотью, которая на земле». Как-то я раньше не ощущала, что между всей плотью прям. Вот это серьёзный такой договор. Аллилуйя. И вот я вам скажу, что фактически люди радуются, когда видят радугу. На самом деле радуга – это плохо. Это значит, что Бог хочет уничтожить землю снова за её нечестие. Чем больше радуг появляется, тем больше сила гнева Бога горит. И говорят, что сила священника, ну, в Израиле, по крайней мере, глав поколений, и называются, ну, великий в поколении человек, да, или старший в поколении, то его спрашивают, было ли за время твоего там правления и лидерства радуга. Если он говорит «была», значит, были плохие молитвы, и Бог хотел уничтожить землю ни раз, ни два. То есть фактически, когда радуга, с одной стороны, это круто, да, то есть ты понимаешь, что это то, что у престола, это на земле, и фактически, для того, чтобы радугу увидеть, нужна вода, да, и свет определённый. но в то же время радуга, это как бы оголяется тогда, когда Бог гнивается, и тогда он вспоминает, и там расположение цветов, когда я изучала этот вопрос, помню давно, что красный – это ярость, да, синий – это спокойствие, да, там уже в белый переходящий, это уже мир, да, и Бог фактически делает, как бы вот радуга так выглядит, да, то есть это как лук, натянутый в него самого, то есть фактически даже вот этот спектр света, он постепенно успокаивается, и постепенно переходит в совершенно другое состояние покоя, для того, чтобы не уничтожить землю снова, да, это то, что вот про радугу могу сказать, но хотя, в принципе, сама тоже люблю этот знак, и знаешь, как бы вот то, что гейпарады устраиваются под радужными знамёнами, но не полная радуга, там, да, но это тоже как бы говорит о том, что они лишний раз, как бы, ну, это духовные вещи, они лишний раз хотят позлить Бога, лишний раз даже как бы передвигают какие-то аспекты, атрибуты в его жизни, ну, нашей жизни, вот, «И сказал Сесилий Ною, это знак союза, который я остановлю между мной, между всякой плотью, которая на земле, и были сыновья Ноя, вышедшие из Ковчега, Шем, Хам и Ефет, Хам – это отец Ханаана, и эти трое сыновья Ноя, и от них расселилась земля, и стал Ноя земледельцем». И смотри, вот интересно, три говорят, что Хам – это все, отец Ханаана написано, да, и Ханаанская земля – это где Израиль сейчас находится. Хам, интересно, это слово горячо, и Хам – это все считаются народы, которые имеют темный цвет кожи. Шем – это все, вот то, что антисемиты, да, говорят, это семитские народы, это как раз вот Израиль, семитские народы, да, то есть благословен Шем, да, там мы даже сейчас будем читать, это как раз поколение вот верующих, поколение людей, которые чтут Бога, которые с ним близко. Хам – это будет проклятием проклят, но наказание за проклятие понесет Ханаан, это его внук, а Ефет – это народы Европы, это Германия как раз, Англия, вот эти все народы, населяющие Европу. Так, эти трое сыновья Ноя, от них расселилась вся земля и стал Ной земледельцем и насадил виноградник. Смотри, с чего начинает Ной. Казалось бы, стал земледельцем, что надо сначала посадить, хлеб, наверное, да, там он сажает виноградник. То есть как бы не с того начинает и потом немножечко плачевные и потребные, ну, какие-то последствия. С другой стороны, я тоже думала об этом, что виноградная лоза, истинная виноградная лоза. То есть первое, что он сажает, это получается поколение истинной виноградной лозы. То есть тоже так интересно. Но потом виноград, вино, в принципе, это то, что приносит радость. И есть люди, которые абсолютно не пьют, и у них чуть меньше радости обычно. то есть Бог не против того, чтобы было немного употребления на праздники. То есть там дождается четкая дозировка, там три-четыре, там два-один стакан там каждую субботу и с благословением, потому что это дает радость. Плод виноградной лозы приносит радость. И вот он сажает виноград. Ну, тоже странно. Из всего он выбирает именно это, но мне кажется, тут и на сказаний много. И стал ной земледельцем, он садил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, выпил больше, чем надо. И обнажил себя посреди шатра своего. И увидел хам отец Ханаана, наготу отца своего, и сообщил двум братьям своим снаружи, когда Шем и Ефет взяли одежду, положили на плечи свои, и пошли задом и покрыли наготу отца своего лицами назад. И не видели они наготы отца своего. Когда ной проспался от вина своего и узнал, что зелел над ним меньше сын его, сказал он, проклят Ханаан, не хам, Ханаан, внук, рабом рабов да будет он у братьев своих. Затем сказал, благословен Бог всесильный Шема. То есть благословляет на отношения с Богом. То, что антисемит, антишемиот, то, что на иврите. Потому что Ше и Се, это две буквы на иврите, пишутся одинаково, читаются по-разному, зависит от огласовки. Вот. И поэтому семиты, Шемиты, фактически, а Шем дословно, это имя. То есть это носящее имя. То есть они носят имя Бога на себе, или являют имя Бога через себя. И вот смотри дальше, что у нас получается. Благословен Бог всесильный Шема. Да? Ханаанджа да будет им рабом. Даст всесильный простор Ефиту, и да обитает он в шатрах Шема. И будет у них, то есть, содружество с Израилем. Ханаанджа да будет им рабом. Ну вот мы знаем, работорговля какая была, и кто был рабах обычно. Жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноя было 950 лет, и умер он. Я вам хочу прочитать коммент. Коммент. И обнажил себя. Тора показывает только, сколько нехороших дел, и какой позор происходит из состояния опьянения, особенно оно опасно для такого праведного человека, как Ной, о котором сказано, он праведен без порока перед Всевышним. Некоторые комментаторы объясняют, что поскольку Ной был первым, кто посадил виноград, он не знал о том, каким опасным свойством обладают плоды этого растения. Таким образом, все, что произошло с Ноем, следует рассматривать как предупреждение человечеству и не злоупотреблять вином и винными изделиями. Но здесь есть разные, я не буду в это, наверное, сейчас входить, но считается, что хам не просто там увидел голого отца, он изнасиловал его и даже оскопил. Один из комментариев так говорит. И почему он это хотел? Он хотел убрать в власти авторитет отца из жизни, подняться сам, и он хотел, чтобы больше не было потомства, которое было бы претендентом на наследство. Одежда, верхняя одежда. Некоторые учителя пропускают в классах эту историю, несмотря на то, что для детей она имеет большое воспитательное значение. Ребенок часто подмечает в родителях что-либо смешное. Иногда понимает, что взрослые совершают ошибку. И поэтому ему нужно объяснить этим ярким примером, что над родителями нехорошо смеяться. И в их присутствии, не в их отсутствии. Даже в том случае, когда смех носит характер безобидного веселья. И уж тем более, когда присутствует желание унизить или оскорбить. Из этого рассказа ребенок мог бы научиться тому, что любовь к родителям и уважение к ним, в случае, когда родители попадают в неловкое положение, должны служить той накидкой, которую двое из детей, сыновей Ноя набросили на Ноя, чтобы скрыть от всех его поступок. Чувство благодарности к родителям должно заставлять мгновенно отвернуться, когда родители оказываются в неловком положении. Рассказ о сыновьях Ноя учит ребенка всякий раз спрашивать себя, то я, чтобы судить и осуждать своих родителей. А меньший сын, он, в общем-то, позволил себе, ну, даже если убрать это толкование, которое он только что сказала, позволил себе надругательство. Почему вообще к родителям особое почтение? Потому что у родителей позиция такая же, как у Бога, они сотворцы. И если родители, почему просят родительское благословение и Божие благословение? То есть это очень важно, чтобы Бог благословил, чтобы родители благословили. Потому что, когда у них есть та же функция, как у Бога, и что они говорят, то, в общем-то, начинает происходить в жизни людей. Мы видим, что хам навсегда остался рабом, и до сих пор это неблагополучные народы, небогатые народы, и очень много страдали на протяжении всей истории. И благословение Шема до сих пор мы видим, что оно как бы семитские народы до сих пор благословены. Благословение Ефета до сих пор Европа, в принципе, является одной из законодательных властей процветания определенного рода и так далее. То есть Божие благословение и родительское благословение, оно очень-очень важно. И смеяться над родителями это действительно большой грех. То есть стараться покрывать, покрывать, то есть не распахивать ногото, а покрывать, то есть сглаживать, объяснять, ну и так далее, принимать, понимать, что все мы люди, все мы можем ошибаться, все мы можем как-то неправильно себя чувствовать и так далее. То есть поэтому ценить то, что есть. Аллайлуйя. Хорошо, давайте идем дальше. Десятая глава или есть еще какие-то откровения? Да, кто-то начинал. Кто-то начал говорить. Да, говорим. Во-первых, спросите, комментарии, что за книга ты использовала, чтобы тоже изучить по поводу этого? И так она выглядит. Сейчас ты читала. Это называется «Пятикнижие и авторопь». «Пятикнижие и авторопь». Это называется… Алло. А, я говорю закрытым микрофоном, прости. Называется «Пятикнижие и авторопь». На YouTube можешь посмотреть, она вот так выглядит. Ну, я не знаю, если можно ее найти в России, но, в принципе, есть Торос с комментариями, если по-русски смотреть. Там есть какие-то… Ну, есть в интернете много комментариев. В принципе, тут на каждый стих есть комментарии, на многое из стихов. Ну, просто… Иногда это просто исторические справки. Учитывая воспитание ребенка, очень важно изучить, потому что мне очень важна и еврейская эта вот история, потому что очень много вырастет. И второе, когда вот про мое сейчас начитали, что вот причина, там, почему сын повел себя так вот, все мысли просто возникло, чисто мое размышление, что если учесть, что Ной больше года не пил виноградного сока, что ты еврей, я так понимаю, по культуре является нормой, то для него самого был шок огромный, что вот он от души выпил, и не учтя с голодухи, что плеват поменялся. И поэтому, видать, у него особый пенел был насчет ситуации, получившей. Такие вот мысли. Отлично. Спасибо, что поделился. Есть еще у кого-то что-то? Вопрос есть. Допустим, у нас в Германии запрещено выбивать животных так, как по слову положено, да? Остается кровь, то есть током убивают и так далее. Но есть турецкие магазины, где продают мясо хелаль. Можно ли там покупать? Каким образом это все делается? как Бог на это смотрит? Они, я знаю, что сливают кровь, и это единственная возможность, где можно купить нормальное мясо. Если ты халяль, это очищенное, да, но в принципе имеется в виду, ты сейчас спрашиваешь про кошерную, кошерную пищу, в принципе, наверняка у вас есть кошерные магазины, где продается кошерное мясо, и наверняка есть раввины в городе, где делается кошерный забой. Но то, если тебе это важно. Я, например, для себя не ставил это, ну, как бы вот прям в такую высокую планку, да, ну, хотя в Израиле трудно найти не кошерное, тут все магазины кошерные в основном, кроме русских, вот, и то они не кошерные не потому, что мясо не кошерное обычно, а потому, что работают в субботу. И, как бы, ну, когда я за границей, я, например, этим вопросом не озадачиваюсь. Я единственное, чем озадачиваю, чтобы мясо было достаточно прожарено, чтобы это было well done, да, хорошо прожарено, без крови, там, без каких-то, ну, ну, прям видимой крови, да, так скажем. Ну, а если ты купила мясо и в нем есть кровь, ты можешь вымочить его в соленой воде, это тоже будет халяль в данном случае. Ну, как бы нет предела, да, то есть, если ты хочешь приближаться к Богу, усиливаться и делать прям дословно, ты можешь, да, то есть, я говорю, как я делаю, я не говорю, что я истинно в последней инстанции, там, образец для подражания. Каждый для себя там решает, да, как правильно быть. Я для себя решила, что я, например, не ем некошерную, там, что значит некошерная, вот то, что Бог запрещает, то, что в левитах написано, что есть нельзя. Я это не ем, да, написано с кровью не есть, я не ем с кровью, ну, в плане, что дожариваю, чтобы крови не было, или довариваю, да, там, или сливаю первую, там, ну, какой-то бульон или еще что-то. Но это я, религиозные раввины, они там по-другому считают. И вопрос, чего ты будешь придерживаться, то есть есть как бы минимум, есть норма, а есть, ну, скажем, супер религиозность, да, или супер высота, то есть каждый для себя сам решает. И я поэтому, ну, не могу вам указывать в этом, но, как бы ты можешь купить там, да, ну, это мое, им хо, как говорится, мое личное мнение. Вот, еще откровения? Хорошо, тогда дальше читаем. Десятая глава. Вот родословие сынов Ноллаха, Шема, Хама и Ефита. У них родились дети после потопа, и сыны Ефита, Гомер, Магог, Мадай, Яван, Туваль. Яван, кстати, это Греция. Магог мы знаем, Гог и Магог, да, тоже интересно. Короче, сейчас все эти имена, это практически все страны, которые, или города, которые существуют, или стали странами, интересно. Туваль, Мэших, Тирас, сыны Гомера, Ашкиназ, Рифат, Тогорима, сыны Явана, Элиша, Таршиш, Тарсис, то, что на русском, Китим, Крит, Тодани, от этих отделились поморские племена, им и землям в каждом по своему языку, по своим коленам и по своим народностям. Сыны Хама, Куш, Митсраим, Куш, это Африка, Эфиопа, Митсраим, это Египет, Пут, Кнан, Ханаанда, сыны Куша, Сва и Кавила, и Сафта, и Рама, и Сафтеха, сыны Жерамы, Шва и Дедми, Куш родил Немрода. И Немрод у нас был первым, кто сделался богатырем на земле, и он был богатырь, ловец перед Богом. Поэтому говорится, ловец, как Немрод, богатырь, ловец перед Богом. Начальник царства, его, начальным царством, его был Вавилон, Павель, и Эрех, и Акад, и Кальке, в долине Шинар. В долине Шинар, кстати, не было ни одной горы. Это действительно была долина. Когда они там захотят построить Вавилонскую башню, то хотят подняться, типа, ну, сейчас мы дойдем до этого. И вот это, запомните, Шинар. Из страны этой вышел Ашур. И вот, кстати, Ктав Ашурит, да, говорят, что Ассирийская письменность первая дошла до нас, потому что Ашур был единственным, кто сохранил иврит первозданный в том виде, в котором он потом дошел, палевый иврит, да, Ашурит. Вот это вот, он был первый, кто сохранил. И построил Нинве, Ниневию, Ириховод, Ирил Экилах, и также Ресен, и между Нинве и Калахом. И это народ великий. Мицраим родил Лудим, и Анамим, и Легавим, и Навтухим, и Патрусим, и Кастухим, от которых пошли Плештиим, а также Кавтурим. И Кнан родил Цедона, первенца своего, Ихета, и также Ивусеев, и Амареев, и Горгишев, но мы уже узнаем, да, имена. Хавеев, Альвеев, Сенеев, Арвадеев, Цмореев, Химатеев, а затем рассеялись Кнанские роды. И были пределы Ханаана, Цедона в сторону Гвара, Дазы, в сторону Сдома, Амуры, Адмы, Циваима, Далаши. Это сыны Хама по их коленам, языкам, в их странах и племенам. А у Шема, у него тоже родились дети. Он прародитель всех сынов Эвера и Эфита. И старший брат сыны Шема, Лаима, Шур, Арпархад, Луд, Арам. И сыны Арама, Эц, Ихуль, и Гетер, и Арпархад родил Шелоха. И Шелох родил Эвера. И у Эвера родились два сына, имя одного Пелек. В его дни разделилось население земли. Видимо, вот это может быть раздвижение суши было. А имя его брата Яктан, и Яктан родил Альмадада, и Шалефа, и Хацармаверта, и Яраха, и Гадарама, и Узаля, и Диклю, и Аввалия, и Авимеэля, и Шеву, и Афира, и Хавилу, и Авана. И эти сыновья Яктана были, их поселение отмешив в сторону Афара, горы Восточной. Это сыны Шема по семействам их, по языкам их, по странам их, по народам их, по семействам сынов Ноаха, по их родословиям, по народам их, и от них расселились народы на земле после потопа. И была по всей земле речь одна и те же слова и случилось, когда двинулись они с востока, то нашли долину в стране Шинар и поселились там и сказали друг другу давайте сделаем кирпичи и обожжем в обжигальне и стали у них кирпичи вместо камней и смола горная стала у них вместо глины и сказали они давайте построим себе город и башню главой до небес и сделаем себе имя, чтобы не расселись мы по лицу всей земли. И вот смотри что интересно здесь был один язык древний иврит иврит был язык живой язык святой при помощи которого создавалось все и в принципе при соединении определенных букв производились определенные вещи то есть и сказал Бог и стало так и сказал Бог то есть на каком языке Бог говорил на иврите мы говорили что при помощи 22 букв Бог создал все и вот там в начале то что разбирали в прошлый раз там в начале сотворил Бог небо и землю на иврите написано барашид бара элоим эт это алиф и таф то есть сначала он создал алиф и таф потому что когда вы слышите слово эт на иврите это значит что оно в себя включает нечто больше чем одно и тут он включает в себя весь алфавит и алиф и таф сотворили небо и следующее снова идет эт шамайм в эт аарет то есть и алиф и таф сотворили землю и когда Иисус приходит он говорит я есть алиф и таф я есть альф и омега я начало и конец я первый и последний я вмещаю в себя все силы алфавита которыми творил Бог небо и землю и вот это интересно и вот здесь один язык они все знали тайны то есть это как иметь код доступа к творению то есть язык это была способность творить и вот что они пытаются сделать камни иносказательно считается что это как бы буквы потому что иначе вы не можете понять почему надо было смешивать язык чтобы дело не состояло потому что дело все было в языке и когда по всей земле речь одна и одни и те же слова что такое одни и те же слова слова которые творят слова которые возобождают определенные вещи и они решают заменить камни кирпичами то есть что то что создал Бог на свое изделие что то что создал Бог как глину он решает что я хочу пользоваться смолой которую надо добывать там как-то обрабатывать то есть опять какой-то продукт субпродукт и сказали они давайте построим себе город и башню главой до небес и сделаем себе имя вообще говоря что это был как зигурат да то есть идолопоклонство кто то говорит что это был перевернутый меч для того чтобы построить ее высоту и сказать Богу мы от тебя отсоединяемся ты нам не нужен мы больше не пользуемся твоими камнями мы пользуемся своими кирпичами и фактически что они пытались сделать они пытались вытащить ну как бы в законе мироздания на тот момент существовало как бы как это по-русски сказать ну вот ты согрешил есть сразу наказание да ты что-то делаешь сразу есть какой-то ну плата за грех смерть да то есть есть какие-то определенные санкции которые были вписаны они пытались изменить ну образно говоря код творения зная коды доступа да и пытались его измерить чтобы вот момент наказания был как бы убран оттуда вот что еще интересно сделаем себе имя да сделаем себе имя чтобы не Божье имя было над вопросами всеми а имя наше то есть человека который переделал Божье творение вообще в те времена допотопные и вот послепотопные люди владели языком настолько сильно что при определенных комбинациях букв можно было например жареное мясо кусок там или пол барана на столе просто соединяя буквы сделать да то есть настолько была мощь настолько была сила настолько была жизнь на языке и настолько было важно в общем-то хранить свой язык всегда чистым и вот дальше и сошел Бог посмотреть город да что такое город город совокупность семей и башню да это что-то что там возвышается что-то что выше чем норма да которые строили сыны человеческие и сказал ведь народ один и речь у всех одна и это лишь начало их деяния а теперь не будет для них ничего невозможного чтобы они не вздумали делать да то есть о чем он говорит непонятно ясно что никто из них не собирался построить башню до космоса и там что-то оттуда делать то есть понятно что о чем-то другом идет речь зайдем же смешаем там их речь чтобы они один не понимал речи другого и рассеял их бог оттуда по всей земле и перестали строить город и поэтому наличено им имя Бавель ибо там смешал бог языки всей земли и оттуда рассеял бог по всей земле что произошло то есть Бет и Ламет вот это Бавель то что мы слышим в названии этого города Вавилон то что вот оно ну как бы отвечает за несколько ну как слов на иврите которые обозначают увясть погаснуть перемешаться заглохнуть перестать светиться и вот интересно что он перемешав языки решил жизни тот язык который он оставил то есть он оставил вкрапление иврита во все языки мира и отсюда мы знаем что например самурай на японском да это шумрим на иврите потому что шоссе меняется и маленькое искажение получается шумер самурай да то есть как бы получается хранитель да то есть тот кто хранит своего господина шумрим например в английском есть ну числительное семь восемь шесть семь например да на иврите шесть шева на английском будет six seven прям слышно что шесе поменялось да или например фрукты на русском да fruits на английском на иврите это будет пирот и пф оно меняется тоже в иврите да то есть прям понятно что это производное в общем он во все языки разложил латинский во все греческие он разложил как бы осколки иврита да то есть но ни у кого теперь не осталось ну это как если бы он поменял код доступа в программу да то есть человек может во первых они не могли понять друг друга во вторых они больше не могли творить то что можно было творить до этого момента и способности которые были у них отобрались и вот это тоже важный момент хорошо и вот родословие сразу шема шем 100 лет от роду родил арпархада через два года после потопа и пожил шем и прожил шем после рождения арпархада 600 лет извините 500 лет и родился новей дочерей арпархад жил 35 лет и родил шелоха и жила пархад по рождению шелоха 403 года и родился новей дочерей и начинает уменьшаться года жизни не моментально да то есть бог сократил но оно идет на уменьшение пока не придет в общем-то мы сейчас уже 80 да при большей крепости 90 я верю я верю что сыны носящие откровения в себе и входящие в нет линия могут жить и дольше и вообще даже третьи зубы у нас могут появиться после 100 лет говорят что это заложено ученые это нашли вот так ремарка шелох жил 30 лет и родил эвера и жил шелох по рождению эвера 403 года эвер жил 34 года и родил пелега и жил эвер по рождению пелега 430 лет и родил сыновей и дочерей пелег жил 30 лет и родил сыновей жил пелег по рождению 209 лет и родил сыновей и дочерей вообще эти цифры не вмещаются конечно в голову да рэу жил 32 года и родился сруга жил рэу по рождению сруга 207 лет и родил сыновей и дочерей. С рук жил 30 лет и родил Нахора, и жил с рук порождением Нахора 200 лет и родил сыновей и дочерей. Нахор жил 29 лет и родил Тераха, и жил Нахор, Терах это, кстати, отец Авраама, и жил Нахор порождением Тераха 119 лет и родил сыновей и дочерей. Терах жил 70 лет и родил Авраама. Нахора и Арана. Нет, Арана, да. А вот родословие Тераха. Терах родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Терахе, отце своем, в стране, рождение своего, в Урказдиме, между речи. Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Авраама – Сарай. Имя жены Нахора – Милка. Дочь Арана, отца Милки и отца Иски. Сарай была бесплодна. Сарай – это Сара. И не было у нее детей. И взял Терах Авраама, сына своего, и внука своего, Лота, сына Арана, и Сарай, невестку свою, жену сына своего Авраама. И вышли они вместе из Урказдима, чтобы идти в страну Канаан. И дошли они до Харана и поселились там. И был век Тераха 205 лет, и умер Терах Харани. То есть Терах не дошел до Ханаана, не дошел до земли обетованной. И что здесь интересно? Смотрите, сколько поколений проскакивает, никаких реакций, кроме Вавилона, от Вавилона до фактически Тераха, до отца Авраама. То есть нет никаких остановок, тоже интересно, что здесь Бог приковывает наше внимание, подробно рассказывает про всю эту семью, потому что сейчас уже конкретно эта семья найдена правильно из всех поколений. И с этой семьей сейчас, в следующей неделе мы будем разбирать, Бог уже будет заключать свой завет новый, и уже новый договор, и уже по-новому все будет. Он уже будет производить народ на земле, то есть он уже не будет менять всю землю, он произведет один народ от одного человека, и этим народом будет светить и влиять на все народы, которые есть на земле. И это будет как пример того, что есть Бог, и ему есть народ, и как служить Богу, так как служит этот народ, и что с ним будет, если служить, и что с ним будет, если не служить. Будет такой серьезный, мощный прообраз. В принципе, считается, что, возможно, Ной знал даже Адама и Шема, и как бы сына Эвер, там был у него тоже, у Адама. То есть как бы они все жили по очень много лет, и возможно, что все, что Бог передавал от начала, было передано. И говорится, что когда родождается Афраам, то он знает как раз сына Ноя, Шема, и вот эти все праведные законы как раз передаются. И вот это тайное ведение касательно народа живого Бога, оно тоже передается. В общем, это интересно. Смотрите, мы, конечно, не разобрали прям все-все-все, но я думаю, что общая у нас картинка сложилась. И вот разница мы в следующий раз сможем увидеть, что между Афраамом, то, что я уже говорила, между Ноем, да, этот был найден праведным, и этот был найден праведным. И все-таки праведность, она зависит от того, насколько многим людям ты помогаешь, и насколько тебя, в принципе, волнует то, что рядом с тобой происходит. Аминь. У меня, наверное, все. Если есть у кого что добавить, вы хотите что-то еще обсудить, вы можете. Ян, если можно. Вот когда-то было насчет Авелона, чуть упустил, я затронули мы тему толком или нет, но я как-то по описанию размышлял, потому что я сам сейчас Ветский Завет самостоятельно читаю, тоже на исходе в данный момент, тоже русскую Дору. И Бог внезапно просто показал картинку. Скажу честно, я бы не додумался до этого. Это причина, почему у любящего Бога возникла идея смешать язык. Есть просто трактовка такая традиционная в церкви, что якобы Господь разгневался до недалекости человечества, вновь образовавшегося. И теперь, ну, сейчас я им покажу, как у меня они слушатся. У нас же Бог обычно не влива представляется суверенным, такой господин, попробуй тихни. А Бог показал, зачем, говорит, так воспринимать. Ну, я просто помог народу, ну, перемешать, дам новые языки. Им проще было разойтись в разные стороны. Просто их отвлек. Я просто их отвлек. И более того, то есть не воспринимайте меня за гневливого. Это просто была моя помощь. Знаешь, Раян, я настолько удивился, что у меня просто вопросов не осталось. У меня все. Ну, смотри, я думаю, что здесь другая немножко мысль проскакивает. Здесь, во-первых, мы видим два гнева Бога. Мы видим гнев и уничтожение земли. И мы видим гнев и рассеяние, смешивание языков. И уничтожение земли, оно пришло, потому что там, я вам не озвучивала это в этом разборе, но там написано на иврите слово «Хамас», что вся плоть извратилась и стала очень враждебной. Даже у нас «Хамас», знаете, группировка в Газе. И те, кто читают коды Торы, там, в принципе, все абсолютно исторические ситуации, они все прописаны в Торе. И все это находится через определенные компьютерные программы, даже имена, названия и все остальное. Вот все творение стало «Хамас». То есть оно, как бы, ну, если максимально упростить, да, то есть оно полностью извратило свой путь, и оно стало агрессивным. И не было заботы и любви к ближнему, да, то есть было абсолютное наплевательство, унижение, разрушение, не проблема была разрушить другую семью, не проблема была уничтожить жизнь ребенка, там, не проблема была испортить животных, там, и так далее, да. То есть и здесь у них, как бы, другой грех. Здесь они пытаются сделать себе имя, здесь они пытаются взять на себя функцию Бога, и здесь они не имеют греха вот этой вот разрозненности и ненависти друг к другу, наоборот, они работают сообща. Здесь у них есть единство. И когда есть единство, то, как бы, многие грехи прощаются, и поэтому Бог смешивает языки, то есть лишает возможности творить и рассеивает их по лицу земли, да. И понятно, что, ну, как говорят, что Авраам, и, ну, это тайны такие есть, что есть некая книга Ицера, которую составили по буквам, например, как пользоваться ивритом настоящим, да, то есть то, что называется, якобы, что Авраам, Адаму еще первому Богу дал книгу некую по пользованию землей, там, с определенными, ну, кодами доступа. Ну, в принципе, это нормально, когда ты получаешь новый инструмент, ты получаешь и какие-то инструкции. И были они устные, там, и не устные, но это все, как бы, так. Ну, это ясно, что это существует, но здесь из Писания чисто мы видим, что они были едины в намерении воцариться самим, да, взять в господство свои руки, отсоединиться от Бога и сказать, мы сами с усами, но они были едины, поэтому наказание такое. А там они были не едины. В принципе, когда вот наступает это развращение, там, например, гомосексуализм, вспомните Содом и Гаморру, да, то есть они ослеплены, но продолжали ломиться в дом, чтобы познать ангелов, да. И вспомните, например, случай в колене Вениамина, когда тоже там было предложено женщина, там, казалось бы, это естественное употребление. Нет, им не нужно естественное употребление, им нужно неестественное употребление, потому что настолько, что даже, как бы, такой удар, как слепота, или такой удар, как, ну, какое-то воззвание к здравости, там, гостеприимствует, нет. То есть там явно умопомрачение, да. Написано, что они заботились иметь Бога в разуме, Бог предал их на уму. То есть там вообще не с кем говорить фактически, да. То есть и поэтому в Откровении мы можем видеть, что тому, кто грешит, оставляется возможность грешить еще, да. Тот, кто правильно живет, тому дается возможность жить правильно еще и своей праведностью влиять каким-то образом, да. Вот. Ну, можете что-то добавить еще, пожалуйста, любимая, если хотите. Надеюсь, вам было интересно. Очень. Вот. Ну что, прочитаем, а вторую, я думаю, как бы, есть такое дополнительное местописание, которое посвенно говорит об этом месте. В чем это Исайя, 54-го, с 1-го стиха до 55-го, 5-го стиха. Еще наша любимая глава. Веку и бесплодное, не рождающее, пение. Уста свои раскрою, веселись, родами не мучившиеся, ибо у той, что покинуто, мужем больше дичей, чем у той, что с мужем живет. И сказал Бог, расширь просторы шатра твоего, и пусть раскинутся полотнища, крыш, пристанешь твоих. Не жалей, возьми шнуры подлиннее и коле покрепче, ибо на юг и на север распространишься ты, и потомство твое, опять обещание праведнику, и потомство, да, народов, как-то, и потомство... Очень мелко написано, могу прочитать, ладно. И потомство твое потомство народов овладеет, и опустевшие города заселят. Не бойся, ты больше не будешь стыдиться, не смущайся, ты больше не будешь срамиться, ибо забудешь ты о стыде своей юности и о позоре твоего вдовства. Ты больше не вспомнишь, потому что супруг твой, создавший тебя, Бог воинств, имя его, и избавитель твой, святой Израилев, всесильным Богом всей земли будет зваться, потому что слово, словно жену покинутую, печальную духом позвал тебя к себе Бог, и подруга юности, разве станет противно? Сказал всесильный твой. На краткий миг я покинул тебя, но с великой милостью и милосердием тебя соберу. И в яростном гневе на миг отвернулся от тебя, но жалею тебя милосердием вечным, сказал Бог, избавитель твой, ибо это для меня как ноха воды, как воды Ноя, да, то, что на русском. Как я поклялся, что не прольются больше воды Ноя по земле, так же поклялся я не гневаться на тебя больше и не бронить, ибо горы могут сдвинуться с мест и холмы зашататься, Но милость моя от тебя, принимай на себя, не отступит. Милость моя от тебя не отступит. Клятва о мире с тобой остается непоколебимой, так сказал Бог, жалеющий тебя. Лау. Бедная, растревоженная, неутешенная. Вот я березу кладу на камни, и камни твоих камней... Да что ж такое, не вижу в этих хачках ничего. Сейчас, минуту. Этих тоже не вижу, да? Ладно. Бедная, растревоженная камни на утешение. Вот я березу кладу, как камни твои, твоих дочерей. Что-то не видно, не знаю, в чем дело. Глаза устали. Камни после... А? Давай я прочитаю. А у тебя есть этот вариант? Перевод. Ой, у меня есть сегментарий. Ну, сегментарий я бы тоже прочитала легко. Просто тут очень мелкими паниками пишутся. Скажи, где ты остановилась? У меня Атора тоже на телефоне. Какая глава, глава и стих? Ну, давай, девятый стих еще раз. 54-я глава. Один из главы. 54-я глава. Да, но вопрос будет у тебя тот же перевод или нет. В чем дело? Ну, давай, читай, посмотри. А по-еврейски как Исаия называется? И Шаяо. Так, и Шаяо. И Шаяо. Так. А, мне Бог еще найти. Сейчас, подожди, я сейчас сделаю комбину. О! Так точно еще никто Библию не читал. Ибо для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что не прекратятся больше воды Ноя по земле, точно так же поклялся я не гневаться на тебя больше и тебя не бронить. Ибо горы могут сдвинуться с места, холмы зашататься, но милость моя от тебя не отступит. Клятва о мире с тобой останется непоколебимой. Так сказал Бог, жалеющий тебя. Бедная, растревоженная, никем не утешенная. Вот я в березу кладу камни полов твоих зданий, а фундаменты их в сапфиры. И украшу я порфиром окна твои, а ворота рубинами. И все пределы твои вымощу драгоценными камнями. И все сыновья твои ученики Бога. Вау, бери. Не научены Богом, а ученики Бога. Смотри, какой крутой перевод. Велик мир сыновей твоих, справедливостью ты утвердишься. Удалить от грабителей, не бойся их. Избитые. Не бойся их. Избегнешь разгрома. Не приблизится он к тебе. Пусть трепещет от ужаса тот, с кем меня нет. Ополчающийся на тебя. С тобой жить будет в мире. Ведь я сотворил кузнеца, раздувающего в углях огонь, изготовляющего орудия для своих дел. Я же сотворил губителя, чтобы он разрушал. Какое орудие не изготовят против тебя, успеха не будет. Аллилуйя. Какой бы народ не пришел судиться с тобой, ты его победишь. И он будет признан виновным. Вот доля, слуг Бога. Вот мое воздаяние им. Речет Бог. Вау. Крутой перевод. Ой, к воде идите, всех, кто жаждет. Даже тот, у кого нет денег. Идите, берите, ешьте. Идите, берите, без денег, вино и молоко, без цены. Зачем вам платить деньги и тратить заработанное, если вам не дают хлеба, и тратить заработанное тяжким трудом, если сытым, так и не становитесь. Внимлите мне и вкусите благо, и насладиться этим самым лучшим душа ваша. Прислушайтесь и идите ко мне. Слушайте, живет ваша душа. И заключу я с вами союз навеки, как неизменное обещание милости моих, данное Давиду. Вот я поставил тебя властелином народов, властителем повелевающим племенам. Вот произведешь ты народ, неизвестный тебе, и те, которые не знали тебя, к тебе прибегут. И все ради Бога Всесильного, Бога твоего, Святого Израиля, который тебя превознес. Амин. Крутой перевод, по-моему. Надеюсь, вам понравился разбор. Благословляю вас. Тут, конечно, бездна бездну призывает голосом водопада своих, но мы так разобрали какие-то основные вехи. Но, в принципе, есть над чем подумать, если Бог, в принципе, потоп навел и полностью пересоздал землю. И потом, когда снова было уже какое-то восстание, то он не пересоздает, он ищет праведного человека, с которым он сможет иметь дела. Да, и находит Тераха и отца Авраама. И в следующих главах мы уже будем смотреть, что будет происходить дальше. Всем хорошего настроения. Шаббат шалом. Я верю, что Бог особо посетил нас, сегодня еще посетит. И Он прославится в нас. Есть о чем подумать, есть о чем поразмышлять. Можно еще почитать, посмотреть источники. Есть очень много тем для размышления. Но основной мотив, то, что я увидела, спасешься ты, спасется дом твой. Спасешься ты, спасется дом твой. Спасешься ты, спасется дом твой. Сыновья твои будут учениками Бога. Сыновья твои будут учениками Бога. Настолько сильна эта фраза. И великий мир будет у этих учеников. Иисус приходит и говорит, идите и делайте учеников до края земли. Идите, делайте детей своих учениками. Идите, делайте детей детей учениками. Очень круто, много параллелей. Прямо наслаждение от него. Благословляю каждого полностью прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. До встречи в эфирах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...